Благодарю Иван. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена созданию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. Более подробную информацию нам предоставит заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН Республики Казахстан Анархан Дюсенова. Также на вопросы ответят руководитель управления железнодорожного транспорта и пассажирских перевозок МИИР Республики Казахстан, также руководитель управления автомобильного транспорта Селим Куанышлы и Ельдос Нестай. Анархан Ханым, кушкелдіңс, сөз цыгнөзіңізді, мархамат. Рахмет, күрмет табқаралық аппарат өкілдері, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың тейін мүмкіндіктерін қамтамасайту мақсатында алғашқы рет 1991 жылы Казахстан Республикасында мүгедектердің әлеуметтік қорғалу туралы заңы қабылданған өзіңіздер жақсы білесіздер. Зан көлемінде мемлекеттік саясаттың мақсаты ретінде осы азаматтардың әлеуметтік экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық жағдай жасау бастыміндет бол белгіленді. 2005 жылы 13-ші сәуірде Казахстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңы қабылданып, мүгедектерді 16 жүйесін жел түділдіруде әлеуметтік қолдайды күшейтуге, олардың өмір сүрі сапасын жақсартуға бақытталған осы жандарға қатысты белсенді саясатты үлгеріле түрде айтарлықтар табыстарға жетті деп есептейміз. Зан мен елімізде мүгедектерді әлеуметтік қорғаудың қазіргі заманғы құқықтық базасының негізі қаланды. 2015 жылы Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны ратификацияланды. Конвенцияны ратификациялы бойынша жұмысты тиімді үйіндастыру мақсатында елімізде мүгедектердің құқықтарын қамтамасы ету және өмір сүру сапасын жақсартуң жөріндегі осы шараға арналған жоспары кезен-кезен үске қосылып кележатыр осы жылдары. Социальная интеграция и независимый образ жизни, обеспечение полной доступности инфраструктуры для лиц с инвалидностью от места проживания до места оказания услуг – это одна из главных принятых обязательств государства. На сегодняшний день на информационном портале социальная защита лиц с инвалидностью инва.gov.kz функционирует карта доступности объектов в разрезе регионов нашей страны, которые содержат сведения об адаптированных более 35 тысяч объектов социальной инфраструктуры по всем нашим регионам. Указанные объекты разделены по трем категориям доступности – это доступный, частично доступный и недоступный. При этом доступ учитывается для четырех категорий лиц с инвалидностью от характера нарушений функции организма, лица с нарушением слуха, с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и возможность передвижения только на креслах-колясках. В целях упорядочения деятельности и повышения ответственности местных органов власти утверждаются региональные планы по созданию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, которые содержат перечень конкретных зданий и объектов, подлежащих адаптации. Наиболее приоритетными в период до 2025 года определены 22 тысячи объектов. Это в первую очередь объекты, которых чаще всего посещают лица с инвалидностью, такие как государственные учреждения, центры обслуживания населения, объекты здравоохранения, поликлиники, образование культуры и спорта. В целом социальной транспортной инфраструктуры в рамках исполнения также дорожной карты предвыборной программы партии НОРОТАН. По плану по текущему году из 22 тысяч более 4400 объектов мы должны адаптировать. Таким образом, в интерактивной карте доступности местными исполнительными органами в онлайн-режиме осуществляется актуализация объектов для лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан. В каждом регионе предоставляется доступ для специалистов управления и отделов соцзащиты, которые находятся в каждом районном центре, для работы в этой карте. Ответственность ложится непосредственно для наакимов регионов. Всем зарегистрированным пользователям здесь хотелось бы, конечно, отметить, что представлена уникальная возможность оценивать качество проводимой адаптации каждого объекта и размещать комментарии с приложением фотографии. Насколько будут больше комментариев и отзывов, я думаю, нашу работу можно будет координировать по ходу. В рамках эффективной организации работы по ратификации Конвенции о правах инвалидов принят национальный план по обеспечению прав и улучшению качеств жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, который охватывает более 7 направлений с охватом более 64 мероприятий. Проверки нами осуществляются в соответствии с предпринимательским кодексом Республики Казахстан в форме профилактического контроля согласно полугодовым спискам объектов контроля с посещением и внеплановые на основании обращения физических и юридических лиц. Основными требованиями проверочных листов являются обеспечение лица инвалидностью безбарьерным доступом. В первую очередь это, конечно, обращается внимание на обеспечение доступа к входным группам, такие как лестница снаружи, пандусы, входная группа. Также обеспечение доступа к территории объекта. Если раньше мы обращали внимание только на установление пандусов, но сегодняшний день, начиная от парковок, остановок автобусов, административного здания, вокзалам, рынкам, торговым центрам. Также оценивается к зонам оказания услуг. Это с охватом гардеробных, регистратуры, в том числе и санитарно-бытовые услуги. Обеспечение доступа к средствам информации и телекоммуникации на объектах. Тактильные средства информации, знаки и символы, извещатели в лифтах. Обеспечение доступа инвалидов в пути движения. Это дорожки, тротуары, наружные лестницы и другие. Обеспечение также определяется по доступу инвалидов к общественным видам транспорта. То, что выше сказано, обеспечение инвалидов в условиях для доступа к культурно-зрелищным мероприятиям, а также к спортивным сооружениям. Порядок определения административной ответственности урегулирован Кодексом об административных правонарушениях, нарушение законодательства о соцзащите лиц с инвалидностью, совершенное в виде необеспечения доступа к вышесказанным объектам. Сегодня влечет штраф на должностные лица в размере 50, на субъектов малого предпринимательства и некоммерческие организации в размере 120, на субъектов среднего предпринимательства в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства в размере 400 месячных расчетных показателей. Сумма штрафа в основном зависит от субъектов контроля и варьируется от 145 тысяч до 1,2 млн. тенге. При повторном выявлении этих нарушений в течение года сумма штрафа увеличивается в размере. В 2020 году в территориальном департаменте комитета проведено более 970 проверок, из которых 88% проведено на предмет доступности среды. На слайде вы сегодня видите, что охвачено профконтролем 657 и 860 объектов на предмет доступности. В результате проверок выписаны предписания и наложены штрафы на сумму более 22 млн. тенге. По 9 месяцам текущего года специалистами департаментов проведено 805 проверок на предмет соблюдения вышесказанного законодательства, в том числе обеспечения инвалидов доступом к объектам социальной транспорта и инфраструктуры. И выписаны более 590 предписаний с суммой штрафа более 11 млн. тенге. Как показал анализ, характерными нарушениями в данной сфере являются отсутствие пандуса, несоответствие уклона пандусов, отсутствие тактильных указателей для незрячих и слабовидящих граждан, кнопки вызова, адаптированных санузлов и лифтов, подъемников и другие. По итогам работы региональных групп общественного контроля по мониторингу объектов на предмет качества проведенной адаптации и по итогам внесения МИИО данных в карту адаптации, нашими департаментами повторно проверяются объекты, и, к сожалению, по всем регионам из тех, которых МИИО занесло в карту доступности как адаптированные, более 1700 на одного объекта имеются нарушения, и из них 199 – это для опорно-двигательного аппарата, людей, которые страдают, 269 – это для людей, которые передвигаются на кресло-колясках, более 260 – с нарушением слуха и более 290 – для лиц с нарушением зрения. К сожалению, есть такое отношение местноисполнительной власти, чтобы исполнить план, не совсем корректное заполнение интерактивной карты доступности. Еще раз хочу отметить, что заполнение карты доступности в реальном режиме, в онлайн-режиме, проводит местноисполнительный орган на уровне областных центров, городов и районных центров в разрезе своих объектов, которые изначально были заявлены в этой карте. Для этих нарушений дополнительно даны письменные уведомления о том, чтобы сегодня со сроком исполнения все эти замечания убрать, и в дальнейшем будут приняты с наложением штрафных санкций. В целом мониторинг, контроль доступности является одним из основных инструментов защиты и прав маломобильных групп населения на доступность городской и социальной инфраструктуры, повышение уровня ответственности как организации социальной инфраструктуры, так и органов исполнительной власти за результаты работы, информированность населения о взятых обязательствах и их выполнении. Работа в данном направлении будет продолжена в соответствии со всеми планами. Спасибо за внимание. Спасибо за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Бақ кезетен, Ангелжан Роман қол вакелес савалды жолдапты, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға кедергісіз орта-круда қандай проблемалар бар? Бақ кезетен, Ангелжан Роман қол вакелес савалды жолдапты, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көйлайлы бейімді орта-кру үшін, ар жан жақтағы жерлікті атқарушы орғындар, сол объектлердің бүгіндікке балансында кімнің қай жерде орналысқанына байланысты болады? Біз жерде проблема бар, бірінші жерлікті бюджет тарапынан жеткілікті қаражаттың бөлінбеуі жаңа жоғарды айтып кеттім, 2025 жылы бізде жоспар бойынша 22000-дай объектіні осылай бейімдеп, барлық түрт ғруппаға бейімдеу алдымызда тұрдеп, сондықтан да келесі жылдардағы бюджетті қарастырғанда жерлікті атқарушы орғындардың осы жұмысқа деген қаражаттың өнің қада қаласа ол бірінші. Екіншіден жаңағы жоғарды айтып кеткенде біздің министерліктің тарапынан жергілікті жерлерде комедеттің департаменттері қайта тексерулер жүргізеді. Сол жерде егер, мысалы, сол ғимарат жергілікті атқарушы орғындардың балансында тұрған болса, онында бюджеттен ақша бөлініп бұл жұмыстар атқарлады. Бірақ бұл жерде бір проблема бар, сол объектлердің ішінде жеке кәсіпкерлердің жаңағы шағын орта және оданда үлкен біздің біздің өздерінің елерінің осы топқа арналған өздерінің алған міндеттемелерінің арқасында жасалатын жұмыс сондықтан да бұл жерде айта кету керек. Киес келген ғимараттың ең бірінші өзінің кімнің балансында отырғаны соған байланысты болады. Осында бір-екі проблемалар бар. Рақмет. Рақмет шоуапыңызғам. Қабар жемат өртарнасы, Дастан Сапашов. Саламасыз тұрма, Анырған қали ғызы. Сізге сұрағым бар ет. Елімізде бір мүшесі кем адамдар өздерінің мүгіде үйкен жыл сайын дәлелдегі мәжбір болжатады. Кейбір мүмкінді күшектері жандар арнамызға қабарласы бөздерінің осында мұң мұқтажын айтады. Мәселен, ретинопластома диагнозы қойылған бізде балылар да бар, ересек жандар да бар. Солардың кейбірінің бір көзін ойып алып тастайды. Өмірлерін аман сақтап қалу үшін. Міне сол жандар өздерінің мүгіде үйкен, яғни бір көздері жоқ үйкен жыл сайын дәлелдеп жатады. Ол жаңағы бір аяқ жоқ, бір қолы жоқ адамдарға да ғатысты. Жалпы мұндай талаптың қажеттіған шайын жоқ мүшесі қайтадан өзікпетпейді ол белгілі. Осталапты алып тастауға болы ма? Сондықтан да жеке әр кімнің өзінің жаңағы денсаулығының бүгіндік жағдайына байланысты. Сосын жаңағы жас шамалығына байланысты. Сосын кез келген диагнозы бен қатарласып тағыда сапу түсі түсіз. Аболивания дейді соған да байланысты болады. Сондықтан да егер бүжерде бір адам туралы айтатын болсақ, Сондықтан да ефірденген сізден осы көсінің даныларын алып бір толығығы жағып берсек. Рахмет. Айгирим Бабеш, Хабар 24, такшы, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот буквально в прошу месяце люди с инвалидностью выходили на митинг у здания Министерства труда. Они требовали повысить социальные выплаты, выделить им отдельную очередь на получение жилья и упомянули о проблеме с инвалидностью, что они его вызывают, а оно к ним не приезжает. И вот тогда в министерстве заверили, что создаду специальную рабочую группу по решению этих требований. И вот у меня вопрос. На каком этапе находится решение этих вопросов? Вообще, какие меры предпринимаются по решению данных вопросов? Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что сегодня по рабочей группе, конечно, я уточнусь. Очень много у нас рабочих групп, чтобы вот сейчас не быть голословным, не сказать, что эта рабочая группа работает, наверное, не совсем правильно будет. Потому что есть рабочие группы по разным вопросам. Есть по пенсионке, есть по разделению детей, есть по заочному освидетельствованию. По рабочей группе дополнительно вам скажем, а по инватакси, именно по городу Нашултану. Сегодня предусмотрены за счет местного бюджета более 50 автомашин, выделены более 380 тысяч тенге на год. Если какие-то будут нюансы с учетом увеличения количества машин или дополнительного выделения денег, тогда можно будет это отработать совместно с Акиматом города Нашултан и с нашим управлением координацией, чтобы они были заложены в следующем году. С учетом я еще расскажу, что за последние 3 года количество лиц инвалидности увеличилось на 125 тысяч в целом по стране. Наверное, всегда, когда есть необходимость, нужно будет реагировать и учесть это финансирование следующего года. Пока вот по инватакси такой ответ. Спасибо. Спасибо. И у меня еще также второй вопрос. Можете подробнее рассказать, как обстоят дела с индивидуальными помощниками? Так как количество лиц с инвалидностью увеличилось, увеличилось ли количество индивидуальных помощников и вообще хватает ли их для каждого лица с инвалидностью? Спасибо за вопрос. Вы знаете, что когда расписывается индивидуальный план реабилитации, индивидуальные помощники обычно показаны для инвалидов первой группы, которые в этом нуждаются. Сегодня с открытием портала социальных услуг, вы знаете, раньше, если каждый Акимат районный, областной проводил конкурс, этот конкурс примерно длился от 4 до 8 месяцев, то начиная с января 2021 года у нас работает портал социальных услуг, в котором это такая платформа, на котором может лицо с инвалидностью выйти сам, выходит поставщик, регистрируется комиссией на местах и инвалид сам делает выбор. И здесь я могу сегодня сказать, по итогам, вот на 20 ноября в нашей стране более 38 тысяч индивидуальных помощников сегодня оказывают услуги. Также вы знаете, что 24 октября текущего года у нас вошел в силу закон, по которому человек может сегодня отказаться от услуг индивидуального помощника и заявление подать на пособие по уходу за инвалидом первой группы. Раньше было это с детства, сегодня уже с охватом всех категорий первой группы. Так что здесь есть выбор, во-первых, услуги индивидуального помощника или пособие по уходу. Но хочу сказать, что очень большая была заинтересованность, если раньше, например, те же санатории, которые оказывали услугу, было около 20, то с открытием портала социальных услуг у нас уже санаториев более 66 зарегистрировано на портале. Растет конкуренция, в принципе, есть выбор. Я думаю, именно по индивидуальным помощникам сегодня проблем нет. Спасибо. Спасибо за ответ. Байгеньюз, насколько сейчас казахстанские вокзалы доступны для людей с инвалидностью, соответствуют ли они международным стандартам? Спасибо за вопрос. На сегодня вот в сфере железнодорожного транспорта у нас в рамках закона о ЖД-транспорте, национальных стандартов по обслуживанию пассажиров на ЖД-вокзалах, а также правила перевозок железнодорожным транспортом создаются условия для лиц с ограниченными возможностями. В частности, что касается железнодорожных вокзалов, у нас 136 железнодорожных вокзалов полностью приведены в соответствии с требованиями национального стандарта, где присмотрены условия для мобильных лиц. В частности, на 114 вокзалах у нас переоборудованы билетные кассы, на 155 вокзалах построены пандусы, на 51 вокзалах установлены тактильно-звуковые мнимосхемы, 99 вокзалов обеспечены инвалидными креслоколясками, 106 вокзалов оснащены специальными индукционными панелями, а также у нас на 19 вокзалах, это у нас вокзалы Нур-Султан, курорт Баравое, как считал, Костанай, Аркалык, Балхаш-2, Тимиртав, Семей, Шар, Тарас, Шу, Угавое, Саршаган, Кызыларда, Тюритам, Жанакурган, Ахтубе, Урайск, Хандагаш имеются лестничные гусеничные подъемники. В целом у нас по железнодорожным вокзалам приведение соответствия, а в основном проводится в рамках реконструкции железнодорожных вокзалов. У нас крупные вокзалы, например, Алматы-1, Алматы-2, вокзал города Шымкент, также Павлодар, Екибастуз, Ахсу, они переданы на баланс местных исполнительных органов. Есть соответствующие меморандумы, что они должны провести капитальный ремонт железнодорожных вокзалов, где будут учтены все требования для лиц с ограниченными возможностями. Наглядному примеру тому может быть вокзал города Караганды, где буквально в прошлом году мы завершили реконструкцию. Там созданы все соответствующие условия совместно с общественным организациям. Спасибо. Көв рахмет, хурмет теспекерлер алаңымызға келіп, уақыт болып, бүгін берген ақпараттарын үшін алық сайтамыз. Хурмет тәріптестер осы мен баспасасмасы лейхатын тамамдаймыз. Келесі жүрдескен шаман сау болуыңыздар.